Добрый вечер, дорогие мои друзья! Сегодняшняя тема, пожалуй, тоже будет исключительно о женщинах. Ну, мужчин тоже, разумеется, можно посмотреть и свое отношение к своим либо женам, либо дочерям, либо друзьям правильно скорректировать. Греческое слово «космос», которое теперь, конечно же, и русское, означает «вселенную». Всем понятно, да? Никаких сомнений нет. Есть слово «родственное» этому слову, а именно «косметика». Не знаю, все ли отдают себе отчет в том, что эти слова родственные, одного и того же корня, одного и того же происхождения. Значения их как будто бы совершенно разные. И могут люди подумать, что это чистое совпадение, просто звуковое. А на самом деле, а на самом деле, а родство между этими двумя словами очень глубокое и обоснованное. Тут уже мне трудно говорить с полной точностью, потому что это некоторые предания, легенды. И якобы слово «космос» в его смысле, что это «вселенная», весь мир, внес в обиход никто иной, как Пифагор. Древнегреческий мыслитель и математик, который увидел красоту этого мира, его стройность, его соразмерность, его гармонию. И вот он, действительно, никто не скажет, но по крайней мере, название Вселенной как чего-то красивого, эстетически ценного, крайне важно. И космео, дело в том, в греческом глаголе «космео» означает «украшать», значит, он же и относится и к средствам различным, которые наши дорогие дамы, сестры, дочери и жены, не наши жены, конечно, ваши жены, употребляют для своей красоты, для своей гармонизации, для своего изящества, для всего того доброго, что связано с эстетикой внешнего облика. Да, мы скажем, любым добрым делом можно злоупотребить. Если вам дадут вкусную пищу, вы можете объесться с неприятными последствиями. Если вам дадут хорошее вино, вы можете напиться, как свинья. И так далее, и тому подобное. Примеров множества, косметика и внимание к своему внешнему облику со стороны женщин, разумеется, так же точно подвержено злоупотреблению. Тут не надо никаких, как сказать, дополнительных оговорок. Но лучше бы злоупотребление отбросить, а оставить употребление, оставить то доброе, что каждая женщина имеет в своем распоряжении, и о чем каждая женщина должна заботиться. Она должна быть хозяйкой своего облика. Мы говорили в одной из прошлых бесед о свободе и независимости. Если мода, в большинстве случаев дурацкая, требует от женщины чего-то, она должна подумать своей прелестной головой и сообразить, как же ей самой организовать свой облик. Если мода требует носить драные портки, то, ну, вы, дорогие девушки, свободны в своем выборе. Я бы на вашем месте драные портки не надевал, а вместо этого надел бы красивое, длинное, изящное платье. Ну, это, может быть, мой вкус, там не важно. И так существенно. Важно, чтобы вы были хозяйками своего облика и своей косметики, если на то пошло. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok